Собственно говоря, Алексей Фирсов нам расскажет про то, как подобная штука выглядит в контексте биннингов к PostgreSQL. Так что приветствуем. Спасибо, всем привет. Меня зовут Алексей, мои контакты. Очень коротко обо мне. Люблю Python, люблю коммитить в синхронный Python. В общем, люблю синхронщину. Один из мантейнеров IOMPG. Мои контакты, фронтитесь со мной. Так, будем сравнивать сегодня две библиотеки. IOPG и, собственно, AsyncPG. Важный дисклеймер здесь, который я хотел бы сделать, что мы не будем сравнивать скорость. Здесь не будет никаких бичмарков и прочего. Мы косвенно затронем скорость. Но мы с вами будем сегодня разбираться, как устроены эти две библиотеки, где их можно применять, где их нельзя применять. Ну, в общем, поговорим про разное. Начнем, на самом деле, со следующего. У нас есть стек технологий для IOPG. IOPG — это, собственно, обертка с таким синтетическим сахаром, который позволяет проще писать асинхронные запросы. Оборачивает она асинхронный функционал PsycoPG. Собственно, PsycoPG, он больше отвечает, наверное, за преобразование данных и, собственно, является биндингом к LibPQ. LibPQ — это, собственно, уже библиотека, интерфейс, официальный пасгресс, написанный на сях, который позволяет писать биндинги для того, чтобы уже непосредственно общаться с самим пасгрессом. И тут у нас появляется, не знаю, конкурент, асинхПГ. У асинхПГ стек выглядит следующим образом. У нас есть сам асинхПГ, и после него идет пасгресс. То есть они все делают руками, они преобразуют данные руками, преобразуют их бинарным форматом руками и реализуют сам протокол общения с пасгрессом. Конечно же, они не делают это на питоне, потому что это было бы медленно. Поэтому они делают это в основном на сайтоне. То есть преобразование данных, протокол общения реализован на сайтоне, а на питоне уже реализованы, собственно, бертки к этим сайтоновским функциям. Что обычно я слышу про одну библиотеку и про другую? Про IPG все говорят, что он немножко медленно, что это текстовый протокол, что работать умеет с Pogbauncer и не умеет работать с prepare statement, то есть кэшированием. А вот с asyncPG говорят, что это бинарный протокол, типа поэтому он всех рвет, он быстрый и так далее. Но он не умеет работать с Pogbauncer. Мы поговорим, так ли это и почему. И умеет кэшировать запрос, то есть делать prepare statement. Так, раз у нас появился Pogbauncer, давайте его вставим в наш стек технологий. То есть у нас теперь, если мы с asyncPG посмотрим, у нас перед Pogbauncer появился Pogbauncer, также и с asyncPG. Обязательно, когда мы вернемся, что такое Pogbauncer и вообще зачем он нужен, но чтобы понять, как это все работает, нам придется двигаться не сверху вниз, а снизу вверх. То есть мы начнем от Pogbauncer, поднимемся к Pogbauncer, asyncPG или в противном случае кликPQ, psyKPG и klPG. Собственно, да, нам нужно начать думать, точнее не начать думать, а мы хотим понять вообще, что может делать Pogbauncer, потому что Pogbauncer является конечным нашим клиентом. И как оказывается, у Pogbauncer есть так называемые два флоу-прохождения запроса. Есть короткие флоу-прохождения, то, что называется simple query или query simple, а есть так называемые расширенные флоу-прохождения. Как выглядит короткие флоу-прохождения? Если кто-нибудь писал драйвера, ну, в частности, на C, наверное, ну или вообще приходилось писать драйвера, то мы знаем то, что первым байтом мы, как правило, отправляем какой-то указатель, который будет говорить, что мы хотим сделать с нашим данным сообщением. После этого мы передаем длину нашего сообщения, а после этого мы уже передаем сам запрос. Запрос мы передаем в виде строки, это уже подготовленная SQL-строка, в ней уже поставлены все параметры, и это всегда строка. Что здесь имеется в виду? То есть у нас есть, например, insert, точка с запятой, мы можем приклеить select, можем следующим еще раз приклеить insert, можем приклеить update. Здесь важный момент, что в пасгрессе, если мы не указываем явно begin commit, это будет обернуто неявно. То есть если мы хотим управлять транзакциями, нам нужно будет это делать явно. Ну и также мы умеем склеивать через точку с запятой несколько запросов и отправлять их в пасгресс. Это короткие флоу прохождения. А вот что касаемо расширенного флоу прохождения, здесь появляется набор функций, которые можно группировать, компоновать между собой и как-то собирать наш запрос. Я выделил не все, это только часть, то, что нам понадобится для понимания. Там же есть close, есть flash, но мы не будем это строгать. Чтобы вообще вы поняли, что это такое и как с этим работать, нам придется немножечко разобрать данные функции, чтобы познакомиться с сигнатурой, скажем так. Парс — это подготовка нашего запроса. Это всегда строка. Мы всегда передаем его строкой, но мы ее передаем немножко необычно. То есть у нас там нет параметров. Мы передаем какие-то значения, которые будут… Мы передаем запрос со значениями. В чем состоит выигрыш? Выигрыш состоит в том, что мы в пасгрессе, когда приходит нам запрос, пасгресс разбирает его, он строит схему, план запроса и больше этого делать не будет. То есть мы его кэшируем и можем, например, задать ему какое-то имя. Также важный момент, что для передачи параметров мы… Ну, как советует сама документация, лучше передавать типы явно, что это за тип параметра. Если мы это передаем неявно, пасгресс, конечно, умеет разбирать, но, опять же, они говорят, что лучше передавать это явно. Что здесь имеется в виду? Вот он написал два небольших запроса. То есть у нас есть select, выбор из таблицы 1, v, x равняется доллар 1. Параметры всегда начинаются с доллара и с единицы. Потом доллар 2, например, доллар 3. И вот что говорит здесь про явное указание параметров. Мы должны через двое точек указать, что это, например, big integer. Это может быть bool. То есть мы должны явно сообщить пасгрессу, какие параметры будут использоваться. Но запрос у нас до сих пор строка. Важный момент, что мы не можем склевать запрос через точку запятой в расширенном фоуме. Только один запрос. Собственно, как же происходит каширование и как до него вообще добраться? В фоуме существует такое понятие, как порталы. Порталы могут быть именованными, могут быть неименованные. Для примера я просто привел, что виз, контекст-менеджер в питоне, это вот эта область видимости. И мы ее как-то можем проименовать, а потом к ней возвращаться. Ну и собственно, как тогда передавать параметры? И вообще, как мы можем управлять параметрами? Что у них есть? Для этого у нас есть функция bind. Что мы делаем? Мы передаем наши параметры. Мы можем здесь управлять, как мы хотим передавать, текстово, бинарно забирать. Или мы хотим бинарно передавать, а текстово забирать. Либо бинарно-бинарно всегда. Можем текст от текста всегда забирать. И вот как раз выбор, так сказать, в кавычках протокола бинарного происходит именно здесь. В каком формате мы передаем и получаем наши параметры. То есть запрос всегда передается строкой. Ну и последние две функции это у нас execute и sync. Execute ничего не придает, он просто сигнализирует о том, что мы подготовили наш запрос, пора его уже выполнить. А sync синхронизирует наш запрос. То есть это, по сути дела, begin comment в конце оборачивается. Двигаемся дальше. Теперь, когда мы знаем, как все это дело, зачем эти параметры нужны, мы можем их покомпоновать. Например, мы можем построить кэшируемый запрос. Prepare. Как будет у нас выглядеть? Вот мы передаем сначала parse, то есть наш какой-то запрос. У нас строится там схема и так далее. После этого мы его именуем с помощью describe портал. А после этого делаем синхронизацию. Теперь наш запрос где-то заполнился. Мы можем заниматься какой-то полезной нагрузкой. То есть мы можем попарсить какой-то JSON. А после этого обратиться к порталу, передать туда параметры с помощью функции bind. Сигнализировать о том, что пора выполнить наш запрос и синхронизация. Тем самым мы экономим на построении индексов и схемы в пасгрессе. То есть жизненный цикл становится немножко покороче. Но есть еще такая, так называемая, другая компоновка. Это обычное флоу прохождение запроса, когда мы сначала передаем parse, потом передаем bind, потом передаем execute и сразу синхаемся. То есть мы не запоминаем где-то наш запрос, а просто вот его передаем один за другим. Это все сетевые операции. Итого, подводя небольшой такой итог по пасгрессу, который у нас можно получить, что пасгресс имеет два флоу прохождения. Текстовый – это всегда передача строкой. То есть параметры у нас должны быть подготовлены. А, собственно, расширенный флоу – это передача запроса, опять же, всегда строкой. Обязательно строкой. А вот параметрами мы можем уже поуправлять, передавать их бинарно. Все мы знаем, что бинарный протокол немножко побыстрее, потому что компактный. Возвращаемся к погобаунсеру. Что же вообще такое погобаунсер и зачем он нужен? Погобаунсер – это управление на низком уровне пулом наших запросов. То есть открытие соединения в пасгрессе – это довольно дорогая операция, потому что там память выделяется, там еще что-то делается. В общем, это не быстро. А вот открытие коннекта к погобаунсеру – это немножко побыстрее, потому что у погобаунсера может быть открытый пул коннектов, который вам просто будет передан. Погобаунсер умеет работать с разными программами, которые входят в вашу базу данных. Для этого у него есть так называемые моды. Мод session – это, по сути дела, обычная проксия. То есть если наша программа подключается к погобаунсеру, для нее создается отдельный пул. И я для себя не вижу в этом смысла, потому что, особенно в ассинхроничной, потому что в айопг у нас там тоже есть пул. И в погобаунсере есть пул, зачем он нужен. В ассинкпг есть пул, и тут еще будет открываться один и тот же пул. Зачем? Не надо. Стейтмент вряд ли кто-то из вас использует. Это очень зависит от того, как вы… От парадигма вашей разработки. Запрос будет возвращаться в свободный пул после выполнения запроса. То есть, например, вы передали begin, и у вас запрос вернулся. Ну, коммитета-то не было. И его может перехватить другая программа. У нас все сломается. То есть если вы используете стейтмент, вам нужно склеивать через точку запятой обязательно. Ну, либо не использовать транзакции, что не очень хорошо. А вот именно мод транзакшн – это как раз то, что многие используют. И то, что бы как раз хотелось. То есть, когда мы находимся в транзакции, коннект не должен возвращаться в пул запросов. Он ждет, пока мы закоммитимся. И после этого будет возвращен в пул запросов пока баунсера. В свободный пул. Имеется в виду. Так. Ну, это я все уже сказал на предыдущем слайде. Так вот. Стейтмент и транзакшн не работают с расширенным флоу в prepared statement. От слова вообще. И async.pg, собственно, тоже тогда не работает. Потому что async.pg использует расширенное флоу прохождение. Почему, собственно, не работает? И почему они не хотят это использовать? Потому что вот у нас есть подготовка нашего запроса. После этого мы сделали синг. А потом у нас может пройти какое-то время. То есть мы можем там JSON, парсить, либо еще что-то. А потом обращаться к нашему порталу еще раз. Но в этот момент коннект может перехватить другая программа. И там может называться портал точно так же. И он может его удалить. Ну, то есть доверять вообще программам не стоит. Потому что вы, по сути, здесь начинаете шарить память. А если вы начинаете шарить память, то вам нужно как-то следить за своими запросами. То, что в питоне называется. Да, GBI. Но не все так плохо. В самом погобаунсере в документации нет. А вот в исходниках я нашел прям реализацию. И они говорят, что если мы используем расширенный флоу прохождения, и в конце у нас стоит синг, то все хорошо. То есть, по сути дела, как оно будет работать? Если мы не кэшируем, а сразу передаем parse, bin, execute, и потом синкаемся, то это все дело работает. И казалось бы, ну вот и хорошо, давайте попробуем так использовать. То есть, бинарно будем выигрывать в передаче параметров, бинарно. Но в async.pg этого нет. Есть большой холивар. Почему этого нет? Он закрытый, то есть нельзя коммитить больше. Его закрыли авторы, потому что там очень много коммитов в плане сообщений. После этого появился async.pg.forg, который позволяет использовать в режиме statement and transaction. Pogobouncer, что как бы довольно хорошо. По-моему, даже кто-то из ребят из Майла это сделал. Но он не поддерживается. То есть, он вообще никак не поддерживается. И использовать в продакшене библиотеку или в форб, который мертвый, как бы никто не хочет. В каких-то научных целях или посмотреть, как это все дело используется, конечно, да, можно попробовать. Но так как он не поддерживается, то мы можем сказать, что prepare statement, который использует расширенный флоу в async.pg, не будет поддерживать транзакшен и statement в Pogobouncer. Что же есть у нас в липпк с другой стороны? С другой стороны у нас в липпк содержится интерфейс на сях, который дает реализацию. Причем дает реализацию для прохождения запроса. Парс, бин, describe, execute и синтон. Раз. Раз. Отлично. Бывает. То есть, если мы используем некой шируемый флоу, по сути дела это может, наверное, и работать. Заглянув в тесты Pogobouncer, я нашел реализацию. Причем это для асинхронного питона, для асинхронного выполнения в липпк. Вот так правильно. Здесь как раз приведена функция, которая тестирует бинарное отправление параметров в пасгресс. Это есть в Pogobouncer, и, собственно, это можно использовать. Но раз это есть в липпк, и у Pogobouncer это может использовать, то, наверное, в PsycOPG мы можем взять это просто и заиспользовать, и померить скорость, например. Ну вот, давайте зарелизим что-нибудь и перепишем наш IOPG. А вот нету. Нету от слова вообще расширенного флоу в PsycOPG нет. Они поддерживают только один флоу прохождения. Это короткий флоу. Есть множество разных оливаров. Я нашел самые-таки популярные. Можете пройти почитать. Там приведены и куча бичмарков, и куча доводов за и против. Но все сводится к тому, что у нас с одной стороны одна большая строка, а с другой стороны у нас бинарный протокол и много сетевых операций. Но вы, как мы знаем, в асинхронщине, мы можем как-то с этим поэкспериментировать. Вот. Собственно, поддержки расширенного флоу нет. Ну, я нашел форк PsycOPG, в котором добавлен расширенный флоу. И причем это не какое-то там сакральное знание. Это один файлик с реализацией интерфейсов расширенного флоу. А второй файлик, там чуть на 50 строчек сишных, который позволяет, ну, как сказать, просто проверить, точнее сделать адаптацию, чтобы не сломать короткий флоу. То есть у нас работает и расширенный, и короткий. По-моему, это даже один из, ну, таких, скажем, тоже главных коммиттеров это делал для экспериментов. Но, опять же, это не поддерживается. То есть последний коммит — это вот как раз добавление. Это не поддерживается, это не работает, значит, мы это не можем использовать. Вот, но не все-то плохо, как это казалось бы. Я накопал Trello, в котором есть анонс PsycOPG третьей версии, в котором говорится, что пользователи хотят все же передавать бинарно. Давайте что-нибудь им дадим и сделаем. Может быть, как-то сможем с этим работать. И они сказали, да, окей, можно, завели таску себе, которая висит. Но проблема заключается в том, что анонс PsycOPG третьей версии был где-то, наверное, года 3-4 назад. И с того времени, чтобы вы понимали, прошло… Ну, что они сделали с того времени? Они даже ротмат не составили. Нет репозитория. Есть только на PayPay забронированная версия, которая находится в статусе у PayPay, где, можно сказать, в планинге находится разработка библиотеки. Поэтому уповать, что это когда-то появится. Но оно когда-то, наверное, появится. Но мне кажется, ближайшие лет 5 – это оптимистичный вариант, что этого точно не будет. Прям не будет вообще от слова. Но они там стараются. Они сейчас сделали бинарно, чтобы можно было получать. Ну, и, в общем, пытаются как-то немножечко подускорить. Вот. Что хотелось бы, собственно, зачем я вам это дело рассказал? Какие итоги хотелось бы подвести? Важный момент. То, что вам нужно при выборе какой-либо технологии сначала решить проблему ответственности. Вы имеете в виду как команда разработки. Если вы сами управляете и отвечаете за ваш пасгресс, за бэкапы, за слэвы, за прочее, 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 как команда, вы вольно выбираете любую технологию. Но если же у вас есть отдел IT, которым этим всем занимается, скорее всего, последнее слово будет за отделом IT. И вам нужно понимать, что если отдел IT поставит pg-баунсер, у вас ломается вся программа. Или там уже стоит pg-баунсер, а вы написали на SILPG, сделали зря эту работу, потому что она не будет работать. Здесь важный момент, что, конечно, да, скорость – это важный, классный показатель, это классный маркетинговый ход. Но если вы увидели, что какая-то библиотека рвет другую, у меня это всегда вызывает такое сомнение, типа, аж чем они пожертвовали? Потому что соблюсти все текущее и то, что есть, и выиграть так по скорости, ну, очень редко получается. Поэтому перед тем, как вы собираетесь внедрить какую-то технологию или что-то сделать, я бы посоветовал разобраться, как работает программа, потому что, возможно, препятствия на пути находятся в вашем коде, вам сначала нужно устранить их, а это может занять годы работы. Вот. Такой вот доклад получился. Спасибо, что все это дело выслушали. Вопросы? Вопросов нет. Раз, раз. О, теперь что-то слышно. Окей. Так, кто сказал, у кого вопрос? Алан Рука. Ага, давай. Привет, это очень крутой доклад. Спасибо. Про Pega Bouncer и про режим его работы. У меня всегда было общение, я пару раз им пользовался, сейчас у нас вроде этого нет, там когда-то, когда я где-то еще работал, это было. И я когда пытался осмыслить, что это такое, я это называл всегда, что это NGINX для Postgres. Ну вот, как я сказал, у него есть мода в сессии, это по сути дела NGINX, то есть про XIA обычно. А вот в режиме транзакции это довольно интересная вещь, даже если у вас осинхронщина. Ну, например, ваше приложение, ну вы примерно потестировали, и у вас там есть графики, метрики, вы такие думаете, ну у вас примерно всегда открыто 50 коннектов. И вы такие думаете, а зачем мне их постоянно открывать, закрывать и так далее. Вы делаете просто при открытии коннектов 50 сразу, на старте программы. Это можно делать в IOPG, это можно делать в SYNPG. То есть сразу открываете 50 коннектов, и они начинают джонглироваться. Но после этого у вас происходит масштабирование горизонтальное. То есть вы, например, в кубернете все нажали на плюсик, у вас чик, приложение еще развернулось, и у вас еще стало 50 коннектов. И все эти коннекты будут смотреть в Postgres, то есть у вас стало 100. У вас пошла нагрузка, еще открылось, уже 150 коннектов. Режим сессии как раз должен, по идее, помочь, хотя бы он. Вот, и вот здесь помогает PgBouncer, потому что открытие происходит к нему, а он уже, когда нужно, когда пошел сам запрос, он выдает свободный коннект. Это я понимаю, но ты говоришь, что режим сессии бесполезен. Я не вижу в этом режиме сессии, потому что он полезен только для синхронщины. А вот для синхронщины он бесполезен, я его считаю, потому что мы все равно пулом управляем внутри АОПГ или АСИНПГ с другой стороны. Там есть управление пулом, и по сути дела мы делаем ту же самую работу. Если мы в сессии будем опять же плодиться, то есть форкаемся в кубернете, у нас для каждой сессии будет открываться еще один пул. То есть по сути дела мы просто делали Proxil. Теперь все встало на свои места. Спасибо. Так вот, еще вижу. Вот мне, кстати, попросили, если можно вставать, чтобы это самое в камеру. Спасибо за доклад. У меня такое продолжение вопроса. Если я правильно понял, вот PegaBouncer, то есть он открывает какое-то полусоединение с Postgres, и к нему, когда подключается приложение на питоне, ну вот там наши, которые синхронные, то есть, например, вот одно приложение открыло 50 коннектов, оно открыло эти коннекты именно с PegaBouncer. И получается, что во время вот этой всей сессии у PegaBouncer с Postgres нету соединения, и когда отправляется запрос и открывается транзакция, именно в этот момент он как бы запирается за этого полусоединения и делает запрос. Да, собственно, так вот по сути примерно и работает. То есть вы открываете 50 коннектов к PegaBouncer, но по факту к Postgres у вас может открыто быть 20, потому что в PegaBouncer всего открыл 20 коннектов. Ну, у него там тоже есть, можно управлять этим. И когда вы начинаете выполнять какой-то запрос, он вам возвращает этот коннект и начинает за ним следить. В режиме транзакции он смотрит, что если у нас пошла какая-то транзакция, он его не вернет в пул до этого момента. Если у вас нет транзакции, то он его выполнит и вернет в пул. Спасибо. Так, еще вопросы? Я наброшу толсто. Асинхронный ОРМ. Асинхронный ОРМ. Я уже говорил на Moscow Python подкаст, у меня было выступление на Python Conf++. У меня есть задумки, как сделать нормально, адекватно синхронный ОРМ. Конечно же, без леззи вызовов, потому что их невозможно сделать с дескрипторами Питона. Еще для пасгресса. Асинхронный ОРМ разработал один из корт-девелоперов Питона. Блин, вылетел из головы. Ну, не суть. Сливанов. Вот, я вспомнил. И он еще разрабатывает такое приложение поверх пасгресса, которое будет позволять писать код без ОРМ. То есть они все там под капотом будут сами делать, а вы будете общаться с ней. Она называется EngineDB. Можете посмотреть. Я вот недавно начал смотреть. Довольно интересно и хорошо звучит. То, что мне сделано в IOPG, мне не очень сильно нравится, потому что они объединили… Ну, мы объединили… Ладно, не будем. Они, мы. Мы объединили две совершенно разные технологии. Первая – это ОРМ, а вторая – это обертка над драйвером. Это нужно разделить. И чтобы разделить, нужно сначала написать какую-то ОРМ, потому что там еще в MySQL есть своя реализация. А еще есть ребята, которые пилят драйвера для AsyncPG, и там тоже своя реализация. В общем, там столько… Такой небольшой хлам становится. Хочется как-то сделать нормальную рэмку и сделать, чтобы можно было разные драйверы просто подключать и выбирать. Это такой вот холиварчик. Окей, спасибо. Слушай, еще. Вот ты, допустим, написал какое-нибудь клевое приложение такое там на IOPG. Все классно. А вот как это все тестировать? Есть ли какие-то вот советы на эту тему? Да, во-первых, можно это все делать, тестировать с… Как это? SQLite. Там есть отдельная библиотека написанная для нее. Опять же там со своими рэмочками и так далее. Можно тестировать на ней. Я так не люблю тестировать. Я привык тестировать то, что у нас PASGRES… Ну, если мы работаем с PASGRES, я тестирую на PASGRES. Для этого я поднимаю прямо из пай-теста… Там есть библиотека Docker.py, которая позволяет подергать ручки докера. И я прямо из пай-тестов поднимаю докер-контейнер, на нем запускаю приложение и начинаю на нем работать. Оно работает. Если вы на сяке где-то запускаете докер-н-докер, в Travis можно это делать. Так мы тестируем IOPG, так я тестирую свои программы, потому что… Ну, я всегда делаю на докере. Потому что на SQLite там есть проблема, когда, например, нам нужно поработать с JSON-полями. А у него там JSON-ов нет. И это можно решить. А вот когда у вас есть автокоммит в SQLite, он работает не так, как, например, в PASGRES. Поэтому я все же советую тестировать на максимально приближенной, скажем так, даже юниты, на максимально приближенной обстановке к проде. Если у вас там PASGRES какой-то версии, значит, желательно на этой версии тестировать. От версии PASGRES тоже многое зависит. Вот так про тестирование. Для этого могу еще посоветовать доклад Светлова, посмотреть про пай-тест. Он там как раз рассказывает, как можно поднимать из пай-теста докер и как с этим дело работать. Очень хороший доклад. Уже интеграционное, по сути, тестирование получается. Но ты все равно не изолируешь базу. Я не изолирую базу. Я не мокаю базу, потому что это долго и мне не очень сильно нравится. Я вот так пишу тесты. То есть поднимаю PASGRES и иногда даже Redis. Ну Redis, типа это же словарь обычно, можно так сделать. Но что касается PASGRES, я схожу по-честному. Спасибо большое. Ну что, не появилось вопросов? Тогда отпускаем докладчика. Я могу еще долго так пытать. Спасибо большое. Спасибо, Леша. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ